Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, куда сейчас инвестировать. Говорили в предыдущем видео про недвижимость, про ипотеку, про ипотечный пузырь. И я говорил о том, что сейчас банки предоставляют скидки, так называемые, к ипотеке, чтобы получить льготную программу. Вообще, все льготы, которые есть от российских банков, льготная ипотека, скидку на ипотеку, нужно понимать, что банки, они не являются альтруистами. В банках, соответственно, есть параметры. Параметры, средний параметр ипотечного кредита. Параметры рисков на заемщиков. Параметры, сколько они дают в кредит, какой должен быть первоначальный взнос. Параметры резервирования, то есть, и параметры резервирования как раз-таки определяют, какую процентную ставку они могут установить, потому что, если это идет какая-то рисковая ипотека или без первоначального взноса, или с низким первоначальным взносом. Или льготная программа какая-то, когда банк зарабатывает не на самой ипотеке, а за счет того, что покупатель, застройщику платят деньги, а застройщик, часть денег, полученные с продажи недвижимости, перечисляют комиссионное вознаграждение банку. То есть, по сути, банку делают скидку. Известные программы рассрочек, когда вы берете бытовую технику. По программе рассрочки, то есть, там фактически рассрочки нет. Вот там просто получается цена товара на 10% снижается. Вот эти вот 10% по сути есть заработок банку, когда он выдает. То есть, банк все равно зарабатывает. Если вы даже посмотрите программу рассрочки на любой товар, вы увидите, что эффективная процентная ставка по кредиту там составляет в районе 20-30%. Здесь нужно понимать, что не бывает чудес. То есть, если вы инвестируете, то не бывает чудес. В сказки я не верю. И здесь нужно просто разобраться, что же такое происходит. Так вот, сегодня хотелось бы говорить про скидку, платную скидку. То есть, вы платите какие-то определенные деньги. И, соответственно, банк вам на весь промежуток времени снижает ставку по ипотеке. В чем природа? Почему вдруг появились такие скидки платные? И почему раньше этого не было? Раньше это было через то, про что я рассказал, когда застройщики, соответственно, делали скидку банку. И, соответственно, платили. Банки рассчитали, что в среднем срок ипотеки в России составляет в районе 7-9 лет. Даже если человек берет ипотеку на 20-30 лет, то все равно ипотека закрывается раньше. Люди стремятся закрыть ипотеку как можно раньше. Особенно, когда высокая инфляция. И вдруг такое происходит, что растут реально располагаемые доходы. Люди стараются быстрее закрыть ипотеку. Причины различные. Не хотят быть должными. Увеличивается активный доход. У обоих супругов увеличивается активный доход. Нужно продать недвижимость. Нужно улучшить жилищные условия. И поэтому ее закрывают пораньше, чтобы купить новую и снова взять в ипотеку. Поэтому, получается, в среднем ставка составляет 8-9 лет. Соответственно, когда были льготные условия кредитования по ипотеке, за вот эти 8-9 лет при стандартной ставке кредитования, которую выдавал банк, он получал определенный размер процентных выплат, процентных платежей. То есть, он забирал свою прибыль. Когда начали делать льготную ипотеку, размер вот этих вот платежей процентных, которые зарабатывал банк, по сути, платил застройщик, продавая недвижимость на 20-30% дороже заемщику в эту ипотеку. То есть, если квартира, рыночная цена 10 миллионов по льготной ипотеке, и у нее цена 13 миллионов, соответственно, 3 миллиона, застройщик выплачивает банку, застройщик получает свои 10 миллионов, которые он бы и так получил, если бы просто в рынок ее продал или по рыночной ставке. Банк свои 3 миллиона, которые бы он получил в следующие 7-9 лет, он получил их сразу же. То есть, он получил их сразу же. А потребитель, кто взял ипотеку, он в конечном счете получил себе в собственность недвижимость на 30% дороже, реальной рыночной цены и получил соответствующий риск. Банк тоже получил, кстати, себе дополнительный риск, потому что у него ипотечный кредит обеспечен завышенной стоимостью недвижимости, которая на 30% выше рыночной стоимости, и это риск для банка. Центробанк, соответственно, прибежал и сказал, а-та-та, ребята, что вы делаете, увеличь размеры резервирования под такую ипотеку, что тебе заемщик, соответственно, с ней не расплатится. Начал, Центральный банк начал закручивать гайки, я уже про это говорил. И, соответственно, что увеличили нормы резервирования по льготной ипотеке, и сейчас, получается, банки из-за того, что нормы резервирования мы увеличили, им невыгодно это делать. Раз, застройщику тоже невыгодно это делать, да, Потому что сделки проходят, и люди считают, что эта квартира стоит 13 миллионов, а не 10. У застройщиков еще и продажи встали, потому что люди смотрят, ну, блин, 13 миллионов это слишком много. Что сейчас придумали банки? Они опять-таки за 3-5% суммы кредита, которые выдают в ипотеку, могут снизить процентную ставку. История вся та же самая. То есть, получается, просто человек, который хочет скидку по проценту на ипотеку, он вперед банку платит его прибыль. Опять же, это выгодно только в том случае, если человек будет платить длинную ипотеку. Ну, то есть, берет там на 15, 20, 25, 30 лет и будет все это время, соответственно, придерживаться. Тогда, да, тогда имеет смысл. Но если мы понимаем, и если вы планируете закрывать ипотеку там в течение от 5 до 10 лет, то вы должны понимать, что от суммы кредита вы уже заплатили там на 5-летнем промежутке времени, чтобы получить скидку, вы заплатили 5%. То есть, если там реальная ипотека, ну, реальная выгода, да. И поэтому, опять-таки, я не вижу здесь каких-то реальных выгод, за исключением того, что, во-первых, стоимость недвижимости еще завышена. Это будет распространяться. Ипотеку-то будете брать на всю сумму. Второе, это работает, что если вы берете на длительный срок и все, весь этот длительный срок выдерживаете, а может получаться, может получиться так, что вы захотите сменить место, локацию, да, у вас расширится семья, а у вас увеличится доход, вы, соответственно, раньше закроете, погасите эту ипотеку непосредственно. И здесь получается, что при прочих равных условиях за скидку-то вы уже заплатили. И опять-таки, да, вам через 5 лет в этом случае можно будет, да, будет мозг тешить себя мыслью, ну, я зато дешевую ипотеку плачу. У меня она ниже, чем ставка рефинансирования, условно, да. Но при этом вы опять через 5-6-7 лет выплатите эту ипотеку, возьмете новую, да, и снова будете платить процент. Поэтому мое отношение, да, кому имеет смысл, в принципе, рассматривать данные программы. Данные программы имеют смысл рассматривать только при долгосрочных инвестициях, при ипотеке, там, от 15 лет, с условием того, что вам нравится локация, с условием того, что вам действительно требуется улучшение жилищных условий, или вы стабильно верите в рост вашего какого-то активного дохода, но опять-таки просто как некая альтернатива, что активный доход вы будете использовать альтернативные инструменты, которые позволят вам компенсировать вот эту вот скидку, которую вы заплатили сразу же и вперед. Поэтому вот такой вот подход лично у меня к этим скидкам. В чудеса не верю, чудес не бывает. Спрос надо как-то стимулировать. Как стимулировать, да, льготную ипотеку ударил по рукам ЦБ, давайте введем скидки. Думаю, это еще какое-то время поработает. У нас, опять-таки, люди не все подписаны на канал MaxCapital, не все понимают плюсы и минусы того, что получают, не все считают деньги в конечном счете. И это может простимулировать в какой-то степени спрос, но опять-таки просто потом будут плакать и зарабатывать больше для того, чтобы расплатиться с банками. Друзья, я поделился своим собственным мнением относительно того, как я лично смотрю на скидки по поводу недвижимости и что думаю по поводу недвижимости. Это отдельный блог, который я веду на канале. При этом у меня у самого есть недвижимость в инвестиционном портфеле. Мало того, я планирую в ближайшее время показать, в принципе, свой инвестиционный портфель. Это будет на бесплатном мастер-классе, посвященном вопросу, какие основные риски присутствуют в мировой экономике, каким образом их можно избежать. Ссылка на данный вебинар бесплатный будет находиться внизу под данным видео. Проходите, принимайте участие. Увидите, что из недвижимости у меня в портфеле. И я постараюсь объяснить, почему. Возможно, вам это тоже может быть ценно и полезно. В принципе, взглянуть на мой портфель и из ценных бумаг, и из бизнеса, и из недвижимости. Каким образом каждый из этих инструментов занимает свою долю с обоснованием от меня, почему так. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok